Ну, конечно же, ребят, каждый защищает своих детей, внуков. Это нормально. И здесь нормальная картина. Всем огромный-преогромный привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Ребят, поговорим мы с вами о канале Виталика Ангелина. Обсудим с вами очередную серию, потому что уже, слушайте, такой шум на ютубе в связи со сгоревшим домом, что сплошь и рядом прям такие видео отчаяния, беспокойства, чуть ли не слёз, сбора средств. Но хочу сказать, что у Виталика и Ангелины всё нормально. Они вполне нормально себя чувствуют. Ну, возможно, где-то за кадром они там переживают, где-то обговаривают эту тему сгоревшего дома. Но так у них всё в ажуре. Они у бабушки. И, слушайте, читала в комментариях сплошь и рядом, что вот какие они бессовестные, приехали к бабушке на всё готовое, чтобы она их кормила, поила, даже ничего не привезли ей. И, знаете, мне смешно стало с этих комментариев из-за того, что вот в прошлый раз, когда они приезжали, они и продуктов кучу покупали, и бабушки подарки купили, такие дорогостоящие, технику купили. И, в общем-то, они не жалеют ничего бабушке. И они, конечно, покупают. Ну, куда они вот приехали, плюс у них стресс. И куда они сейчас попрутся по магазинам бегом-бегом, чтобы что-то, да, срочно покупать и затаривать холодильник там или шкафчики продуктами? Нет, конечно. Они помимо усталости, пусть они там и поспали, и отдохнули в Томбиробиджане, но, извините, люди с дороги, им надо отдохнуть. Ещё они получили этот стресс и переварить всё это. И ещё такое, наверное, шоковое состояние. Ну, как ни крути! А тут ещё, да, надо только приехали, срочно бежать по магазинам и всё закупать. При всём том, что они знают свою бабушку, и все бабушки такие, и вот они притащили, насколько она вот в шоке была и говорила, зачем, зачем тратить? Сейчас столько денег вам нужно будет, зачем всё покупать, когда всё есть? И такие бабушки все. И моя такая, я думаю, и ваши такие, что, ну, как бы вот всегда беспокоятся за внуков, всегда беспокоятся за то, чтобы внуки не тратились, для того, чтобы, как бы у них цели деньги были, сами хотят помочь, ну, всякое такое. При всём том, мы уже много раз видели бабушку Виталика, хоть она, да, и не родная, но она вообще ему как мама, она его очень-очень любит. Для неё, наверное, за счастье просто, чтобы он сыт был, накормлен, точно так же, как и Ангелина. Хочу отметить ещё один момент, что Ангелина у нас худеющая мадам, но в то же время я пока не заметила, в каком месте худеющая. И поэтому на неё идёт и налёт хейтеров, и со всякими оскорблениями и прочим, потому что она сама провоцирует это. Она ходит на камеру в облегающем, ну, в облегающей одежде, там, спортивке, майка. И вот всё это, да, видно. И вот обсуждают всё это. Нет, конечно, ну, как бы по барабану, возможно, ей, но я не думаю, что по барабану, потому что у себя на канале она усердно чистит такие комментарии со всякими оскорблениями, да. И я не думаю, что ей это приятно. Поэтому, как мне кажется, вот такие кадры, блин, нужно удалять. Но, но, Виталик такое не будет удалять. Он даже пытается что-то даже похлеще такое снять, чтобы побольше написали. И плевать, что это гонят на Ангелину. У них так было всегда заведено. Ну, и дальше продолжаем. Виталик рассказал бабушке, что якобы столько продуктов накупил, потому что вот уже подписчики там пишут о том, что они приехали с пустыми руками, и что как так ничего не купили бабушке. И поэтому они закупили кучу продуктов. То бишь хейтеры сказали, что Виталик накормил бабушку. То есть, получается, что, не от души купил? Хотя я знаю, что он в душе добрый человек. Он пытается многим помочь. И помогает. То же самому кониху, клёпе. Да он, мне кажется, помог бы любому, кто попал в сложную ситуацию, кто ему знаком. Ну, из какого-то близкого окружения. Правда. Вот если так вот просматривать их видеоролики на постоянной основе, то такое качество можно заметить. Ну, и бабушка, конечно, возмутилась. Кто такое говорит? Боже, бабуля послала на три буквы хейтеров. И, короче, там ещё прибавила, приукрасила. А что и следовало ожидать? Виталя при помощи бабушки разнёс хейтеров на своём канале. Ну, мне кажется, не разнёс, а приумножил их. Потому что сейчас уже начнут хейтерить бабушку. Хейтить, хейтить, хейтарить. Короче, какая фиг разница? И воспользовался он бабушкой, чтобы отругать своих ненавистников. Ну, а что следовало ожидать? Бабушка будет всегда защищать своих внуков. И как так на них там наговорили. Ну, правда, она там немного повозмущалась, что везде с камерой, везде с камерой просто покоя нет. И правда. Ну, какой интерес зрителям наблюдать, как Виталий сидит и ест карасей. Ну, наверное, нагнал аппетит на кого-то, чтобы кто-то позавидовал. Ну, или вообще, чтобы контент был подлиннее, якобы поинтересней. Чтобы Ангелина туда-сюда помелькала, да, показывая свою фигуру и в очередной раз пытаясь доказать, что она худеет. Ну, блин, не худеет она пока. Хотя мне абсолютно по барабану. Я уже сто раз говорила, мне больше, наверное, имеет важность, да, душевная красота, человечность, нежели там какая-то фигура. Но девочка зациклена строго на фигуре, потому что подписчики этого хотят, а не она сама это хочет. Ну, не знаю, может, еще Виталик ее этим как-то провоцирует. И из-за этого у нее что только в голове не надумалось, даже до того, что она ушила желудок. Конечно, это глупость, глупость, ужасная глупость. И молодая девчонка, и вот такие дела делает. Зачем? Ну, понятно, если у нее проблема, проблема в голове по поводу еды, она остановиться не может. И все диеты на смарку идут. Но, блин, все равно не такая уж она была и толстюрозная, чтобы просто уже заниматься ушиванием желудка. Это же все-таки тоже с последствиями, как мне кажется. Да и после таких операций растянуть все можно заново. В общем, не знаю, меня это напрягает ее, это вот намудрение и издевательство над собой. Ну, что не сделаешь ради подписчиков, которые требуют худую Ангелину. В общем, ребят, у меня все. Не переживаем за Виталика. Все у него нормально. Может, останется в Биробиджане, а может, уедет в Краснодар. И все у него будет в ажуре. Посмотрите. И дом он купит, и снова будет делать ремонт, и контент пойдет. Кстати, сейчас у него очень просматриваемые ролики. И у него всегда, когда он находится у бабушки, очень много просмотров. Я уже говорила об этом, ну, потому что бабушка приятная. Ну, я не знаю, как бы сейчас хейтеры не налетели на бабушку и не сделали налет после того, как она послала всех подальше. В общем, заканчиваю. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения. Всем прекрасного настроения, позитивных эмоций, любви, добра, понимания, ну и, конечно же, здоровья. Берегите себя и своих близких. Обнимаю вас всех. Пока.